Добрый день, глухожаемые коллеги. Большое спасибо за то, что пригласили принять участие в работе форума. Доклад посвящен хирургическому лечению больных с опухолями костей таза. Необходимо отметить, что 10-15 всех сарковых костей локализуются в костях таза. Часто встречаются рецидивы, ортопедические осложнения бывают в 72% случаях, что часто приводит к неудовлетворительным функциональным результатам. Инфекционные осложнения бывают в 33%. Ранее, в настоящий момент, пациентам удается в 87% выполнять органосохраняющее лечение. Ранее эти больные в большинстве своем подвергались количественному лечению. Но с тех пор, как стала развиваться химиотерапия, анестезиологическое пособие, удалось повысить процент органосохраняющего лечения. И стал вопрос о реконструкции тазового кольца. Существовало несколько вариантов решения данной проблемы. Это транспозиция бедренной кости. Мы видим, что функциональный результат, либо когда она есть, либо когда вообще нет, и пациент остается с биологическим протезом, когда выполняется резекция тазового кольца, без удаления ноги. Мы видим, что функциональный результат не очень хороший. При замещении дефектов ало-трансплантантами и ауто-трансплантантами был высокий процент как инфекционных осложнений, так и нестабильностей. Реимплантация получила неоднозначное распространение в различных клиниках. И до сих пор этот вопрос остается дискутабельным. И также одним из вариантов реконструкции таза кольца является эндопротезирование. В онкологическом научном центре применение 3D-технологий развивается с 2004 года, когда впервые была выполнена стерилитографическая модель костей таза при планировании хирургического вмешательства при метастатическом положении крестцово-поздушного сочленения. Мы видим, что она позволила выполнить радикальную операцию, достаточно неплохой функциональный результат у пациента. При этом пациент с метастазом рака почки. И он прожил еще 10 лет, погиб от прогрессивного основного заболевания без признаков рецидива в области операции. То есть предоперационное планирование было выполнено правильно и также были правильно определены границы резекции. В 2007 году впервые был в нашем центре установлен имплант зарубежного производства для пациентки саркома и Юинга. Но мы видим, дизайн недостаточно удачный, но тем не менее пациентка до настоящего момента жива, пользуется им, признаков нестабильности нет, и признаков рецидива также не наблюдается. Данной пациентке также выполнял стерилитографический модель для того, чтобы определить границы резекции и спланировать план операции. В 2009 году стали внедряться методики компьютерного моделирования и интероперационной навигации. Необходимо отметить, что внедрение данной технологии позволило повысить точность выполнения радикальных операций и практически к нулю свести нерадикальные резекции. В последнее время мы отмечаем рост рынка глобальной 3D-печати, причем медицина и стоматология в настоящий момент занимают 16%, и в России в общем мировом рынке составляет 1,5%. Это привело развитие 3D-технологий к внедрению также этих технологий и в лечении больных с охранниками костей таза. В связи с чем в 2017 году в нашем центре был впервые установлен отечественный протез костей таза. И учитывая результаты, был получен грант Минздрава России на разработку данных технологий. В настоящий момент дизайн этого исследования заключается в следующем. На первом этапе пациента проходит обследование, проходит диагностику, соответственно, в том же формате, который в последующем может использоваться для создания 3D-моделей. Также после обследования пациента определяется индивидуальный онкологический прогноз, и при благоприятном онкологическом прогнозе пациенты подлежат рассмотрению для того, чтобы им выполнить реконструкцию тазового кольца индивидуальными имплантами. На втором этапе происходит моделирование хирургического вмешательства, определяются границы резекции радикальные, позиционируются вертлужные впадины будущего импланта. Эта работа проводится совместно биоинженерами и хирургами. На данный момент, здесь сейчас вы видите, планируется элемент фиксации будущего импланта. Необходимо отметить, что очень важное значение имеет взаимодействие именно хирурга и импиоинженера на этом этапе. От этого часто зависит и скорость производства самого импланта, и при хорошем взаимодействии это может происходить достаточно быстро. На третьем этапе мы выполняем прототипирование хирургического вмешательства. Оно выполняется по разным технологиям, каждая из технологий имеет свои плюсы и минусы. Каждый хирург выбирает тот или иной метод прототипированный для того, чтобы достичь определенной цели, которую он преследует в том или ином клиническом случае. На четвертом этапе производится непосредственно производство самого импланта методом лазерного 3D-принтинга сплавов титана, которые сертифицированы для производства имплантов. И на пятом этапе это непосредственно выполняется хирургическое вмешательство по следующей реабилитации. Наше исследование на следующий момент включено 14 пациентов, которые оперированы с 2017 по 2019 годы, которым были выполнены индивидуальные импланты костей таза. Это 8 мужчин, 6 женщин, средний возраст составил 42 года. Мы видим, что в большинстве случаев это пациенты с хондросаркомой. На данном слайде представлено, что в большинстве случаев выполнялись комбинированные резекции. В 8 случаях было выполнено одноэтапное протезирование, и в 6 случаях индивидуальное протезирование костей таза выполнялось как этап отстроченной реконструкции. В результате среднее время операции при имплантах составило 6 часов, 15 минут, средняя кровопотеря 2 литра, период наблюдения в средние 8 месяцев, функциональный результат по МСТС от 53 до 93%, что соответствует хорошим и удовлетворительным результатам. Все резекции выполнялись под контролем навигационной системы или с применением индивидуальных шаблонов. При марферологическом исследовании у всех пациентов диагностировано на краях как Р0. Два пациента имели краевой некроз в области операционной раны, два пациента на геологические признаки асептической нестабильности импланта без клинических проявлений. Один пациент умер от остеосаркома через 20 месяцев от прогрессирования основного заболевания, и один пациент умер от острого нарушения мозгового кровообращения в раннем послеоперационном периоде, что не было связано с операцией. Здесь клинический приемент пациента 14 лет с остеосаркомой, который на предоперационном этапе получил 4 курса химиотерапии с положительным эффектом, был обсужден на мультидисциплинарном консилиуме, и было ему предложено выполнение межпоздушной брюшной резекции первый и второй тип по инникингу с совмещением дефекта индивидуальным имплантом. На следующем этапе была выполнена оценка плотности костной ткани данного пациента для планирования наиболее адекватной фиксации. В следующем этапе совместно с биоинженерами выполнялись границы резекции и компьютерные моделирования, и дизайн импланта. Далее мы видим прототип будущего хирургического вмешательства. Была выполнена биомеханическая оценка импланта и костей таза методом конечных элементов. Далее был произведен сам имплант, диагностирован, оценен. На данном слайде представлены основные этапы хирургического вмешательства. После операции было выполнено контрольное исследование удаленного препарата и его совмещение с предоперационным планом. Здесь представлена морфологическая картина, края резекции радикальная, то есть предоперационный план был полностью адекватный. Здесь три этапа внедрения технологий. Мы видим, что сначала происходит компьютерное моделирование, потом прототипирование и непосредственно само хирургическое вмешательство. И все эти планы соответствуют друг другу. Здесь представлен функциональный результат пациента. Через 18 месяцев он составляет 97% по МСТС. Здесь представлены различные виды реконструкций, которые мы выполняли при различных типах резекций. Но данная работа требует дальнейшего наблюдения и проведения дальнейших исследований. Какие есть перспективы у данных технологий? Это совершенствование и поиск новых способов производства индивидуальных протезов, поиск новых материалов для реконструкции тазового кальца близким в костной ткани, разработка оперативных вмешательств и дизайна эндопротезов, учитывающих биомеханику таза при помощи 3D-технологий, 3D-биопринтинг костей таза, а также создание эффективной экономической модели лечения данной группы больных, и трансляции разработанных методик на другие разделы клинической медицины. В заключении хотелось отметить, что мультициплинарный персонализированный подход с применением компьютерных и 3D-технологий позволяет выполнять радикальные хирургические вмешательства и адекватные реконструкции удаленных сегментов костей таза с хорошим функциональным онкологическим результатом, но требуется проведение дополнительных исследований для получения отдаленных результатов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос есть. Есть ли у вас опыт протезирования крестца? Индивидуальным имплантом нет. По индивидуальным нет, да? Нет пока. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, к вам будут. Пожалуйста, дайте микрофон. Pouranızше. Пazy Creek. Congratulations for the report. And any questions? For the infection, do nous sorte we as well or not for this implant? Спасибо за вопрос. В этих случаях нет никаких инфекционных проблем? Ничего. Ничего? Ничего. Ничего. Но в других случаях нет никаких инфекционных проблем. Это только один интервент. Это только один интервент для этого случая? Это только один? Это, потому что это другой интервент для этого. Это же самое. Для других интервент, ли это возможно или нет? Для других интервент, для другого интервента? Да. Все возможно. Возможно ли это, скажем, инфицирование процесса самого? Конечно возможно. Да. Конечно возможно. Да. Да. Вопрос. Окей. Вопрос. Окей. Вопрос. Это отдельная была строка. Какая они делали запросы. Вы подали. И в течение года проходило согласование, утверждение. Хорошо. Ну и я хочу с этим поздравить вас, потому что это замечательный шаг. Это бесплатные операции выполнялись пациенты? Да, это в рамках гранта вот этого. В рамках гранта было финансирование на два года распределено на 20 пациентов. Прекрасно. Так. И еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста. У вас в слайдах промелькнуло то, что в тех случаях, когда вы выполняли резекции, вы использовали навигацию, но или шаблон. Когда есть шаблон, вы используете навигацию? Нужна ли навигация? Здесь есть несколько подходов. Соответственно, один из подходов – это когда выполняется навигация, нужна для выполнения определения границ резекции, потому что шаблоны не всегда могут быть применены в связи с наличием окружающих мягких тканей и окружающих структур. Но нужно определить радикальные края резекции. Может быть, мягкотканный компонент мешает опухоли. Для этого нужно использовать навигацию. После выполняется одна резекция для радикальных краев, и следующая выполняется резекция по шаблонам для формирования посадочной площадки под индивидуальный имплант. Вот это очень важный момент, потому что если здесь швиц, то имплант может просто не встать на место и фиксация будет неадекватной. Поэтому применение индивидуальных шаблонов обязательно на данном этапе. Понятно. То есть использование навигационной системы здесь тоже является обязательной опцией, так? Не обязательно. Навигационная система как дополнительная опция. Если мы прогнозируем, что могут быть трудности при установке шаблонов, а это может быть связано с вовлечением мягких тканей, большой мягкотканный компонент или трудности установки именно из-за того, что пока опухоль не удалена, тогда выполняется начало резекции с применением навигационной системы именно для контроля радикальности. Спасибо большое. Еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Отличный клинический результат у 14-летнего пациента. Скажите, пожалуйста, вот Вы в конце написали, что планируете расширять сферу применения. Может быть, уже есть какие-то наработки для детей более младшего возраста? 12 лет, например, 10? К сожалению, пока нет. Это единственный пример. Это самый молодой пациент. И здесь он был выбран, потому что, к сожалению, альтернатива для него была… предполагаемая альтернатива была с худшим функциональным результатом. Протезирование типа, там, «люмик». Конечно. Вопрос в вопрос. Ну, 14-летнему «люмик»-то, в принципе, поставить можно, если кое-косновая ткань позволяет? Можно. Функциональный результат. Ну, хорошо, а если такая же операция, допустим, для 12-ти или для 10-летнего, пока опции нет. А в рамках нашего гранта? Нет, вообще в целом. А, вообще в целом почему нет? Можно. То есть даже на детский скелет незрелый? Я думаю, да, можно сделать. Спасибо. Это все равно обсуждаемый вопрос, индивидуальный. Спасибо. Мы видим, что этот пациент достаточно взрослый. Евгений Александрович, сколько времени проходит от планирования до момента операции? В тех случаях, когда впервые приходится разрабатывать имплант, конечно, это занимает длительное время, там может занимать около трех недель. Само непосредственно изготовление импланта, оно, технологический процесс, составляет около от трех до семи дней. То есть это непосредственно его печать, все зависит от размеров импланта. Печать, постобработка, чистка, мойка, стерилизация. То есть за тот период, когда пациент ожидает этого процесса, у него прогрессирование не может произойти? То есть не надо будет коррекцию производить? Что? Прогрессирование за это время? Да. Нет, а само, соответственно, полностью моделирование происходит там где-то за три недели. Соответственно, если касается, ну, в среднем пока. Если в случаях, когда это касается хондросаркома, то прогрессирование не происходит, потому что, да, это, все понимаем, медленно растущий опухоль. В случае с остеосаркомой, соответственно, пациент в этот момент получает химиотерапию, и у нас еще больше времени. Мы проводим два курса химиотерапии, оцениваем эффект. Если есть положительная динамика, то после этого рассматриваем пациента на индивидуальное протезирование. Еще у меня есть второй вопрос. А были ли случаи, когда приходилось удалять эту конструкцию? Пока нет. Спасибо. Пока нет. Спасибо. У нас очень маленький опыт, требует дальнейших исследований. , поскольку я ищу, чтобы это был задан, подстатком какой-то и нет, но это будет очень маленький. Но, если он приносит ее. Это белый опыт, если бы ты Springsteen. Понял это слово, а не однаая волна с неоситом, ну и приносит ее. Алика-айка, различныеifenang, все равно они велики, Алика —